День добрый! У нас сегодня, на мой взгляд, интересный вопрос для обсуждения на нашем блоге. Итак, мне прислали видео с объяснением, с рассказом о том, что в каком-то американском зоопарке произошло следующее событие. Ребёнок, четырёхлетний, попал, упал в ров, который разделял посетителей зоопарка и животных. И там, в этом рву, он был с обезьяной, с гориллой. 17-летняя горилла, которую там как-то звали, Рамбэмбэ, по-моему. Эта горилла начала с ним играть, с этим ребёнком. И, в принципе, не была к ребёнку настроена враждебно, а играла с ним, ну, так как горилла может играть с ребёнком. Таскала его там, какие-то кадры, как она тащит его по воде. Ребёнок там, по-моему, погружается с головой, она его вытаскивает, что-то поправляет ему штанишки. Как быть? Что делать? Служба безопасности зоопарка приняла решение обезьяну пристрелить. Ну, до этого момента вроде бы все факты. Обезьяну убили, ребёнка спасли. Вроде бы обязали родителей ребёнка заплатить штраф за мёртвую обезьяну. Ну, интересно, что в международной сети появилась полумиллионная волна протеста, связанная со смертью этой обезьяны, 17-летней гориллы Арамбе. Как к этому относиться? Что здесь, собственно говоря, происходит? И вообще, давайте зададим вопрос. Безотносительно протеста, волны, давайте скажем, как Тора относится к такой ситуации. Когда мы говорим, что есть вопрос «жизнь ребёнка или жизнь гориллы?» Даже если горилла внесена в Красную книгу, даже если она последняя горилла на Земле, и больше гориллы не будет, а людей – 7 миллиардов. Но всё равно мы с полной ответственностью хотим сказать, что Тора считает, что жизнь человека важнее жизни гориллы. И не нужно извиняться, и не нужно говорить, что вы понимаете. Всевышний считает, что человек, который создан по образу и подобию Всевышнего… Что значит по образу и подобию Всевышнего? Рафхайм Воложнер говорит, что это значит, что у человека есть возможность выбирать добро и зло. У человека есть возможность творить миры, исправлять в высоких духовных мирах. У человека есть возможность творить. Человек, он, не побоимся этого банального слова, венец творения. Он – смысл творения. Ради него Всевышний сотворил этот мир. Животные же, в принципе, они только часть этого творения замечательного, красивого, которое Всевышний сделал. Ни в коем случае нельзя подумать, что животных можно просто истреблять. У нас есть запрет причинять животному боль бессмысленную. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что Тора говорит, что животное можно использовать ради пользы человека. То есть, например, если бы этот же мальчик умирал от голода, он мог бы зарезать эту же обезьяну для того, чтобы ее съесть. А другого человека не смог бы. И, в принципе, если человек должен выбрать его жизнь или жизнь другого человека, он не имеет права выбирать. Он не имеет права убить другого ради того, чтобы спасти себя. Но он имеет право пожертвовать жизнью обезьяны ради того, чтобы спасти собственную жизнь. И когда перед работниками службы безопасности была дилемма, что делать сейчас? В каждый момент времени, в каждую секунду было непонятно, что эта обезьяна с ребенком сделает. Действительно, был способ усыпить эту обезьяну, но эти усыпительные патроны, они влияют через несколько минут. При этом обезьяна бьется в конвульсиях. Совершенно непонятно, какие травмы она могла при этом нанести ребенку, получив такое как бы болезненное ощущение и начав реагировать как животное. Поэтому необходимость убить обезьяну была, так сказать, ну, по мнению специалистов, которые находились там на месте, была неизбежна. А мир, да, вот эта вот волна протеста, это просто, понимаете, до какой степени дошел наш мир? Мы даже не знаем уже, мир не знает. Что важнее? Есть слова у пророка, да? Пророк говорит, что люди, приносящие в жертву других людей, они тельцов целуют. Да? Вот почему? Потому что нет у человека ощущения и понимания, и знания, в чем заключается святость жизни. Они не понимают, в чем отличается живое существо с высокой душой от обычного животного. У животного, на самом деле, есть только животная душа, а у человека есть пять уровней души. Вы знаете об этом? Пять уровней души есть у человека. Есть нефеш, животная душа. Руах – это дух. Эмоции. Нешама – это высокая душа. Есть еще хая и ехидо. Это живая и единственная душа, которая, в принципе, не находится в теле. Они находятся там, у источника. У Всевышнего. И человек должен понимать, что есть разница. Животные разрешены в пищу. Почему Всевышний их разрешил? Потому что это другая стадия. И Всевышний дал Тору, и Всевышний сказал, что есть эта разница. И мораль, понимаете, вот что значит абсолютная мораль. Морально то, что говорит Тора. Потому что без Торы может показаться, что жизнь ребенка и жизнь обезьяны нужно выбирать. Мы должны понимать, без знания Торы мы даже такие элементарные вещи, оказывается, не можем решить. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok